Сегодня мы нанесем структурную краску другого марки FATAL. Стены уже подготовлены, некоторые вскрыты краской. Сейчас покажу, как выглядит материал, какая используется грунтовка, какой инструмент, ну и в принципе способ нанесения. Так, с самого начала. Стены были прогрунтованы грунтом глубокого проникновения в торговой марке FATAL. Сверху были обработаны грунтом с кварцевым песком. То есть первый грунт служил для того, чтобы скрепить стены, второй грунт для того, чтобы придать адгезию структурной краске, чтобы она не слазила и хорошо наносилась на самом объеме. То есть вот так выглядит стена после нанесения кварцевой грунтовки. Такая легкая грень получается. Вот. Затем сама структурная краска. Тоже FATAL, рельефная акриловая фарба и рельеф без шифтум. В таком коричневом оттенке используюсь. Это первый слой. В дальнейшем будет наноситься на него такие ляпушки. Так называемый чокс. Ну, в принципе, в следующем видео покажем, как это носится, каким инструментом. Итак, по поводу инструмента. Малка самая обыкновенная. Как бы самая недорогая можно использовать. Ну, харди, да, здесь используется. Металлическая. Обязательно металлическая, потому что пластика будет не сильно комфортная и удобно носить. Вот. Обыкновенный наборной шпатель. Ну, естественно, крышка от этой прекрасной банки, потому что она вырущает очень сильно в этой ситуации. Итак, наносим вот таким способом. То есть, на саму крышку нанесли немного материала. Малочкой набили такие бугорки и оставляем их непосредственно на стене. То есть, суть получается вот так. Потом оставляем сам материал сохнуть. Минут 15, может быть 20, в зависимости от влажности. Вот, сквозняка там есть он нету. И погодные условия в доме, скажем так. Вот. И затем вот этим инструментом, который я вам ранее показывал, мы берем и просто первое движение, которое мы делаем, это снимаем верха. То есть, вот таким способом. Вот. Получаются вот такие вот островки. Более гладкие уже. То есть, если это мало, то смысл. Смысл покажу. Вот. Получаются вот такие вот островочки. После еще какого-то небольшого промежутка времени, когда мы даем им подсохнуть, они немножко подсыхают, и мы вторым разом проходим этой же малочке, только придаем больше усилия, придавливая их к стене, вдавливая их в основание, скажем так. После этого они становятся более гладкими, шершавость пропадает, острота вот эта вот. В принципе, после высыхания можно пройтись немножко наждачкой. Как бы это, в принципе, не повредит. Затем мы это обработаем лаком. Ну, все, в принципе, суть такова. То есть, недорогой, хорошо выглядящий, практичный декор. Вот. Так что ставьте лайки, обращайтесь, номер телефона будет под видео. Все, пока-пока.